Россия страна с недооцененной валютой, поэтому даже в условиях отсутствия международных резервов Центрального банка, как мы выяснили, их сейчас нету, потому что Центральный банк их не использует по конституционному назначению поддержки курса рубля. Даже в этом случае сегодняшний рубль по отношению к доллару, приблизительно 1,36-1,37, он стабилизировался, то есть в силу гигантского потенциала экономического страны. Но если мы начнем переходить на внутренний механизм инвестиций, замещать иностранное кредитование внутри российской экономики, то есть такая политика пойдет, это означает резкий экономический рост, резкая востребованность рубля и укрепление рубля. Либо эмиссия дополнительная направлена на поддержку этого экономического роста. Поэтому сказать, что будет, сегодня нельзя, потому что позиция Центрального банка регулируется не внутренними задачами страны, а МВФ. А МВФ скорее есть отрицательные подходы к российскому экономическому росту, то есть скорее там будут даваться советы негативные для российской экономики. Насколько ЦБЭХ и правительство будет выполнять, это вопрос политической борьбы. Центральный банк прямо нарушил Конституцию, где сказано, что он обязан поддерживать рубль. Для этого Конституция ему предоставила огромные международные резервы, полтриллиона долларов на сегодняшний день резервы составляет. Это означает, что этих резервов нет. И Центральный банк не имеет возможности, я так понимаю, что с этим связано уволнение главного юриста Центрального банка, не имеет возможности выполнять свою конституционную функцию. Я думаю, что ему надо открыто об этом сказать нации и запустить другие механизмы, связанные с изменением принципа работы ЦБ. То есть изменить закон о ЦБ, введя в нем принцип о том, что ЦБ должен обслуживать национальную экономику. У него сейчас такого нет, он вообще к национальной экономике не связан. И далее Конституционная реформа направлена на то, чтобы в России были сформированы институты формирования национальной политики, в том числе в области экономики, взамен МВФовской, взамен иностранной. Что приведет к 24-кратному стратегическому росту российской экономики. Продолжение следует...